Пойдем на баррикады и так далее. Потом они выходят, а на улицах нет никакой революции, нет никакой революционной ситуации. Как все знают, недавно закончились выборы. В апреле уже начала работать новая коалиция. И вот надо немножко поговорить о том, что происходит в эстонской политике, каковы острые темы, которые сейчас стоят. Мы знаем, что у власти находится реформистская коалиция, которая выиграла эти выборы. Партия реформ, Эстония-200, которая фактически является двойником партии реформ, если честно говорить. Социал-демократы, очень близкие партии реформ. Вот они составляют власть. А оппозиционеры, бывшие сильные когда-то центристы и Экре, оказались в оппозиции. Они не смогли набрать достаточное количество голосов. Ну вот о том, что происходит. После, когда новая коалиция начала работать, выяснилось, что проблем значительно больше, чем казалось это раньше, до выборов. И в частности, встал вопрос о новом бюджете и об акцизах. И вот уже первые дебаты политические по ситуации говорят о том, что повышение акцизов, которые планирует партия реформ, это противоречит их начальным лозунгам, что ничего повышаться не будет, все будет нормально. Но есть опасность очень серьезного повышения акцизов. И оппозиция, в частности Экре, говорила о том, что в этом случае может получиться так, как это было перед приходом к власти центристов в 2016 году. То есть, когда акцизы привели к тому, что акцизы на бензин, на другие вещи привели к тому, что эстонское население ездило в Латвию за товаром. То есть, вот возможен такой исход событий. Теперь, что происходит с центристами Экре? У центристов серьезный кризис. Но надо понимать, что эта партия, это бывшая оппозиция, с которой велась очень серьезная борьба. Эта борьба и привела к тому, что центристы потеряли очень много мест. Ну, во-первых, центристская коалиция с Экре была развалена. Путем определенных операций, если честно говорить. Затем против центристов велась очень серьезная работа. Конечно, ошибки делали и они, но для реформистской... У власти все-таки находятся реформистские группы. Вот это надо понимать. Те, кто борются с центристами, они как бы должны иметь в виду, что все-таки основная власть находится у реформистов. Так вот, центристы были ослаблены и в Ида-Вирума, и в Таллине, во всех этих местах. И теперь даже встал вопрос о чрезвычайном съезде. Вот эта ситуация довольно интересна. В середине апреля проходит съезд воли Когу центристов. И на этом воли Когу противники и сторонники чрезвычайного съезда, они фактически получают равное число голосов. И даже странным образом, по-моему, там разница была в один голос, съезда не будет, чрезвычайного съезда не будет. Зачем был нужен чрезвычайный съезд? У центристов есть две группы. Это группа Юрия Ратаса и Михаила Кылварта. Официальное массовое средство постоянно критиковали Ратаса и изображали его не очень красиво. Вообще, с центристами много всяких вещей происходило. В частности, вот Исмайлис Рэпс, которую обвинили в коррупции. Это целая история. Так вот, сейчас вдруг, да, у центристов появилась альтернатива. То есть, люди, центристы стали говорить о том, что требуются реформы, надо менять ситуацию в партии. И фактически, ну, стали говорить о том, что надо, возможно, передать власть Михаилу Кылварту. Может быть, не Михаилу Кылварту, а кому-то другому. Но эта ситуация сразу напугала реформистское руководство. И вот то, что вот этот одним голосом чрезвычайный съезд не принял решение о чрезвычайном съезде, значит, съезд, вернее, воли Кугу не принял решение о чрезвычайном съезде, говорит о том, что реформисты испугались. Реформистское начальство испугалось, что власть может или передвинуться к более активному члену руководителю центристов, или же непосредственно к Михаилу Кылварту, которого озвучивали, потому что все время раскачивалась вот эта вот оппозиция Кылварт против Ратаса. Испугались этого, да, и поэтому, и поэтому вот бюллетени пропали. Там, или как-то так очень странно получилось. Другими словами, у центристов все останется как есть, а если все останется как есть, если ничего меняться не будет, то, ну, партия будет продолжать терять голоса. Поэтому у реформистов вот такая сложная дилемма. Или дать возможность партии меняться, или не дать возможность партии меняться, и тогда центристы будут слабеть, слабеть и будет образовываться какая-то ниша для кого-то другого. Если в эту нишу еще кого-то пустят. Ну, или будут все реформисты у нас. У нас были, мало того, что Эстония 200, но у нас есть и правые, которые набрали меньше левой партии. Центристы провели пикеты по поводу налогов. Но интересно, что массовые средства, основные, основные массовые средства, все-таки их смотрит большинство, подавляющая часть населения, эстонского в том числе, фактически блокировало эту информацию. Это прошло по другим каналам. Ну, вот, в частности, по каналу ТВН. А РРР об этом ничего не сообщило. И, ну, это и есть тенденция, это и есть работа. Вот так создается, ну, так скажем, элементы диктатуры. Элементы диктатуры, которые проявляются на уровне, допустим, массовых средств. Если РАТОС уйдет в Европарламент, то он уйдет с руководства Центристской партии, РАТОС, Юрий РАТОС. Значит, руководить Центристской партией будет кто-то другой. Возможно, это должен быть эстонский человек, все-таки там есть несколько человек, которых назвал сам РАТОС. Но если он будет, ну, фактически он уйдет с руководства. Это значит, что, ну, партия перейдет в руки другого человека, другой команды. Вот. Ну, вот это самое важное. А что будет... Ну, а вообще Европарламент... Мы знаем, что в Европарламенте есть... Ну, есть и Центристы, есть очень много реформистов. Там и Ансип у нас находится, и кадры Симпсон находятся от Центристов. Ну, это вот тема выборов в Европарламент, это целая отдельная тема. Но я только сейчас могу подчеркнуть, что площадка резко сужается. Что раньше было много мест, а сейчас местов все меньше и меньше. И, ну, об этом еще, может быть, рано говорить, об этих выборах. Хотя, о них придется. Это ближайшие выборы, которые будут. Они будут через год. Ну, вот, год есть на то, чтобы, так сказать, определиться. Но я думаю, что кризис в Эстонии начнется раньше. Начнется раньше, и мы увидим еще довольно некоторые не очень хорошие вещи. Ну, их могут начать раскручивать, скажем. Так, теперь, что Секре. Секре достаточно тоже не сильно хорошо. Теннис Сарц опубликовал статью, какие партии являются для реформистской партии, для начальства, для руководства, ну, приемлемыми для коалиции. Коалиционик Эльблекут. Так вот, Экры туда не входят. Ни центристы не входят, у которых есть опасность от, так сказать, их превращения в русскую партию, о чем заявил Чаплыгин в своей статье, что, если вот не дадут, то возникнет русская партия. Ну, какая у центристов будет русская партия, мы не знаем. Но, во всяком случае, они не являются достойными коалиции сейчас в данный момент. Центристы все-таки. Ну, с Ратасом они немножко лучше, чем было бы, а с Калавертом так вообще. Теперь, Экры тоже неподходящая партия для коалиции и тоже они сильно ослаблены. Они ведут критику. Они, Хельбе, Мартин Хельбин написал очень острую статью об обмане, которую реформисты делали до выборов. Очень остро. Экры остро ставят вопросы и пытаются заниматься, скажем, ну, такими вот вещами, как полигон в Нурсипалу. Но сейчас их и показывают мало, и они, видимо, ищут возможности, так сказать, своей новой игры в качестве оппозиции. Ну, вот, кстати, о полигоне нужно сказать несколько слов в Южной Эстонии. Есть несколько вещей, которые, как ни странно, вызывают протест в эстонском обществе. это связано с милитаризацией Эстонии. Одна из тем, это проблема полигона в Нурсипалу. В Нурсипалу прошел митинг местного населения против этого полигона. И сейчас даже пришли сведения о том, что создано МТЮ, которое будет судиться. будет судиться с тем, была обнародована почему это все происходит. Или же это все будет делать Министерство обороны без всякого контроля. Они будут подавать в суд, будут это все выяснять. Посмотрим. Я хочу еще сказать о том, что еще в одном месте Южной Эстонии, это в районе Тарту, под Тарту в районе Неот, собираются строить очень серьезные склады. Там везде, как в Нур-Сипалу, так и в районе Нео собираются делать очень большие вырубки леса, что выгодно определенным силам. Ну, определенные люди получат просто деньги за вырубленный лес. И эти склады это тоже весьма опасная штука, потому что мы не знаем, что в этих складах будет. И если там будут размещены взрывные какие-то взрывоопасные устройства недалеко от Тарту, то это будет представлять опасность для города. И ну, еще вопрос об этих складах, я думаю, в печать уже попал после выборов или накануне, фактически после выборов. Но сейчас об этом не говорят. Ну, это нужно держать под контролем. Левая партия и движение КОС продолжают определенное сотрудничество, хотя организации у нас разные. Мы пришли к такой мысли, что все-таки мы действуем как разные организации. Одно это левая партия, второе это движение КОС. То, что у нас было выборное соглашение, мы действовали вместе на выборах, возможно, что мы это соглашение продлим, но организации у нас остаются разные. теперь движение КОС не без основания ставит вопрос об Айва Петерсоне. Совершенно верно, и мы считаем, что это правильно, должны быть все-таки объяснено, почему он задержан и так далее. Хотя мы высказывали и определенные критические мысли по поводу поездки Петерсона, но это дело движения КОС, они решили нас не ставили в известность об этом, но мы протестуем против того, что человек задержан без оснований. Что надо собирать вот эти оппозиционные силы, все группы стараться привлекать в этой сложной ситуации, и КОС это одна из партий, которая одна из групп активных сотрудничества, с которыми важно для левой партии. СКОС. Мы знаем, что есть вещи, которые нас не устраивают, у нас не спрашивают о каких-то действиях, но это их внутренняя проблема. Были выборы, и мы прекрасно видели, как это все происходит. Мы видели, как это было, и нынешняя система выборов требует очень серьезной корректировки электронных, электронное голосование. Вот наш коалиционный партнер партия КОС, она пыталась в суде оспаривать выводы, так же, как и ЭКРы, кстати. ЭКРы раньше даже отказалась от своих претензий, но тут надо пересматривать всю систему, иначе это не демократия. Эту систему надо пересматривать, нужно заниматься пересмотром выборной системы, контроль над электронным голосованием, вот этим вот, есть очень много проблем, если этим не заниматься, то выборы станут фиктивными, и мы фактически будем иметь вот то, что мы имеем все время, и сделать ничего будет нельзя, поэтому и это тоже очень важная проблема. Я бы сказал еще с кем должна сотрудничать оппозиция, оппозиция должна сотрудничать с людьми типа Стальнухина, конечно, обязательно. Опять-таки в этой нынешней очень сложной обстановке левая и русско-консервативная оппозиция, это русский консерватизм и левая, они находятся в блоке практически, тут это неизбежный вопрос, но мы считаем, что наша позиция немножко лучше тем, что мы имеем возможность привлечь эстонскую часть. Скажем, ситуация в Нурсипалу и в Содла, вот то я должен добавить к тому, о чем я говорил, что помимо, что и в Северной Эстонии тоже есть военные объекты, количество которых уже зашкаливает. Естественно, что у нас есть военная ситуация, но просто министерство обороны пытается вообще вывести это из законного поля, никак не обсуждает с населением, это просто принимается и мы не можем с этим согласиться. Это одно из направлений нашей деятельности, чтобы все эти вещи были поставлены под контроль. Политика, которая ведет партия реформ, она ведет к серьезным экономическим последствиям. К серьезным экономическим последствиям. новые кредиты, недостаточное развитие своего производства, не думают о своем производстве, удушение производства. Это приведет к тому, что люди надо делать ставку не на кредитах, не на кредиты, которые временно решают проблему, а ставку следует делать на свое производство, но мы не видим поддержку своего производителя, не видим поддержку своей экономики. Вот это нужно четко сказать. Кстати говоря, центристы, если бы у них была идеология, если бы у них была четкая концепция, они могли бы это сказать, что у них есть фракция в парламенте. У них есть фракции в риге кугу, но к сожалению мы не видим пока их такой четкой сын ума, как сказал один, что у них нет четких формулировок. вот это удивляет, что партия оппозиционная я опять-таки говорю, еще раз подчеркиваю, что валить все на центристов мы не можем, но они должны быть оппозиции, если они не хотят окончательно потерять население, своих ну так скажем электорат. Вот пока они этого не делают, мы можем более остро поставить вопросы. Мы вот левая партия и те кто с нами мы могли бы поставить эти вопросы более остро. Я думаю, что если те тенденции, которые есть, если они будут продолжаться, то Эстония столкнется уже в ближайшее время с острым кризисом и из этого кризиса надо будет выходить. Но вот мы пытаемся создать такую организацию, которая позволит это сделать. В связи с темой советской символики хотят создавать опять обсуждать это в парламенте, опять все-таки эту тему ставить. И темы советского танка произошла несколько странная история. Вот в Нарве появилась надпись появилась надпись ну такая пророссийская жесткая надпись искали этого человека, кто же это сделал. Им оказался некий человек по кличке Вован Каштан. этот Вован Каштан вот тот оказался тем человеком, который нарисовал эту надпись. Ее закрасили, все нормально. Но тут есть один забавный момент. Почему-то в конце апреля мы узнали, что этого Вована Каштана с ним проводят пресс-конференции, он выступает в Таллине на некоторых площадках при участии журналистов постемес. Он оказывается раскаялся, он этот Вован Каштан так скажем, ну объяснял почему, что ну во всяком случае из него делают какую-то новую фигуру политическую. Он бывший путинист, который ну перестал быть таковым. И вот теперь вот он в пилотке, он там выступает. В общем забавное дело. А почему когда он эту надпись писал, как бы ну так скажем, почему ему надо было раскаяться потом, а не в начале. Вот эта вся история вместе, она бросает определенную тень на всю, то есть ну так скажем, мягко, а не провокация, или вообще все это было с самого начала. тут мы, конечно, понимаем ситуацию, то, что связано с войной. Война от Эстонии не зависит, но мы в своей программе говорили о том, что военная риторика и реформисты, которые это наше руководство, они занимались военной риторикой, их военная риторика, она как бы превышала необходимую оборону, как говорится, нужды необходимой обороны. Об этом даже Экра говорила, даже Экра выступала против вот этой военной риторики. К сожалению, да, значит, пока война не кончена, это будет использоваться. Потом странности, конечно, с помощью Украины. вот эта история с организацией «Слава Украине», она просто показывает, что помощь Эстонии и Украине недостаточно контролируется. Тут явный скандал, и этот скандал почему-то никак не решается. Человек сидит в парламенте, ну, в общем, нужно разбираться. Человек фактически, речь идет о коррупции в очень крупных размерах. Это, так сказать, исчезновение миллиона, более чем миллиона евро. Это просто скандал. И это говорит о том, что вся эта помощь Украине, которая, ну, помощь населению, беженцев, это все надо. Но тут уже, как бы, отсутствует контроль, что приведет, может привести к коррупции, безусловно. так. Это тема Украины. Значит, по налогам, я вот, то, что мне было, то, значит, что нужно добавить по налогам, верно, что повышение налога с оборота увеличит все расходы. То есть, рост цен в связи с политикой нашего послевыборного руководства приведет к очень серьезным экономическим проблемам. Это видно. При этом видны еще тенденции, ну, так скажем, мягко диктатуры. Диктатуры, это вот арест некоторых оппозиционеров, то, что держится под арестом, ну, их немного, но, ну, и тот же Серединко, которому я, допустим, мне не нравится его позиция, но все таки, ну, он достаточно давно сидит. Вот, очень много людей выслано. То есть, вот элементы такого жесткого руководства, которое может, это тенденции, которые могут привести к диктатуре. То есть, мы наблюдаем, экономическая ситуация будет ухудшаться, и левые должны сказать о том, что требуется другая политика, и да, проблема, конечно, с туризмом, да, вот удар по туристическому бизнесу существует, потом закрытие целого ряда предприятий. Это, ну, скажем, на Таллинке 400 человек потеряло работу. Такое предприятие стандарт, мебель закрывается. То есть, эстонское производство теряет людей, их, значит, это увеличивает количество тех, у кого нету средств. То есть, теперь, еще одна вещь, это сланцевые, сланцы. Партия реформ заявила о ликвидации, о наступлении на сланцевые, сланцевую энергетику. Это тоже серьезный будет удар по сланцевой промышленности и по, ну, по всем отраслям, связанным со сланцем. Там тоже выдавируем, а люди потеряют работу. Вот против всего этого мы и выступаем. Мы должны четко сказать, против чего мы. Вот мы против всего этого. Если население Эстонии хочет перемен, то следует начать формировать оппозицию, поддерживать оппозицию. Мы считаем, что наша партия это серьезный игрок и мы ждем поддержки от населения Эстонии. Мы хотим, чтобы наша партия была сильнее и если мы будем сильнее, то мы будем ставить те вопросы, которые нужны людям, которые нужны эстонскому населению, как русскоязычному, так и эстонской части. Вот в чем наша сила. Мы все-таки партия двух общин, обоих общин. И мы находимся слева. И в этой ситуации, которая сейчас будет, ситуации кризиса, мы можем создать такую партию, которая будет решать те проблемы, которые надо решать. русские темы, да, мы готовы решать русские проблемы, такие как школы, памятники, историческая память. Мы об этом говорили на выборах, и мы от этого не отказываемся, это все остается. Плюс мы готовы заниматься экономическими проблемами, которые интересуют и эстонскую часть тоже, экономическими проблемами. Мы готовы заниматься проблемами власти, потому что невозможно все-таки ситуация, при которой управляет, у нас практически создается однопартийная система. Реформисты были 20 лет у власти, они будут еще 10 лет у власти. Это однопартийная система. Должна быть оппозиция по законам демократии. И вот левые должны быть такой оппозицией. Так что мы рассчитываем на поддержку людей. Пусть центристы будут. Я всегда считал, Келворд не самый плохой политик. Более того, пусть центристы будут, пусть они работают. Я не хочу критиковать центристов. Я считаю, что они все равно играют второстепенную роль. Машина, правая политическая машина находится в руках реформистов. А центристы занимают пассивные. Они пассивные. Их отодвигают, они борются насколько могут, но локально. Их могут задушить. С ними играют как кошка с мышкой, я бы сказал реформистская машина. Она их придушит, но не до конца. Выпустит и вот они продают. Сейчас удушение центристов должно было привести к тому, чтобы состоялся чрезвычайный съезд. Но каким-то странным образом, а я думаю, что это опять-таки та же реформистская машина. Вот они съели два бюллетеня, и не будет никакого съезда. Все будет нормально. Поэтому вот эта машина это основное. А центристы ну вот так. Так что ну а мы будем стараться делать наше дело. Правильно? Мы будем нашу оппозицию создавать. То есть нашу партию. Мы всегда относились к 9 мая серьезно. Потому что это была победа над фашизмом. Это была победа Советского Союза левого государства, которое ставило задачи, которые современная Россия не ставит. И по-другому рассматривала многие проблемы. Поэтому поддержку Советского Союза, я бы сказал, в мире, вот Красной России, что называется, она была больше, чем поддержка современной России, на мой взгляд. 9 мая это важный праздник. И мы его всегда отмечали и будем отмечать. мы считаем это важным. И борьбу с этим правым национализмом, который получил название фашизма, эта борьба не закончена. Поэтому это наш праздник, в общем. Праздник левых тоже, как и 1 мая. Что такое фашизм? Фашизм это правый национализм, который первоначально возник в Италии. Оттуда появилось слово фашизм, это пребус олене. Но это правый национализм. А правый национализм был и до этого, был во Франции, был в Германии. Это общеевропейское явление. Это реакция на левое движение. Мое мнение такое. Я это мнение поддерживаю, правый правый возникли как реакция на левых. Возьмем революцию 1905 года в России. С одной стороны были левые. Была царская система, феодальный строй, монархия, которая требовала перехода к парламентской системе. Первый парламент в России возник только после революции 1905 года. После взрыва это была Государственная Дума, она продержалась в четыре созыва. Но фактически парламентская демократия в России возникла только в 1917 году. Так вот, в 1905 году во время революции сторонники реформ разделились, скажем так, были сторонники, были либералы, а радикальную часть революционеров составляли левые социалисты. Это были эсеры, которые требовали земельных реформ. Очень сильная партия, потому что в России была крестьянская партия, и социал-демократы, и меньшевики, большевики. Вот это были левые. Теперь кто был справа? Но были и националисты правые, союз русского народа, ну это черная сотня, черносотинцы. Вот был такой человек Пуришкевич, который говорил о том, что правее меня только стенка, я настолько правый. То есть вот правые и левые. Я возвращаюсь, значит, Россия это частный случай, вот нам важно иметь в виду, что такое фашизм. Фашизм это реакция феодальных систем и капиталистических систем на левых. это ну поэтому фашизм, вот это радикальный национализм правый, он был и во Франции. Вот ну скажем, во Франции перед войной убили социалиста Жореса. Вот националисты французские убили вот этого вот противника войны Жореса, чтобы Франция вступила в войну. В Германии в период Первой мировой войны тоже появились националисты и вот тот немецкий фашизм, который возник во второй мировой войне, это было общее европейское явление. Поэтому вот когда мы говорим о фашизме, это просто правый национализм, правый европейский национализм. И он существует в ряде вариантов. Но в западном обществе так получается, что есть либералы и есть консерваторы. Либералы это основная власть, основные партии, а есть консерваторы умеренные в Европарламенте, например, есть и есть националисты, вот Мари Длепен и так далее. В нынешнем европейском парламенте радикальных националистов, но эта фракция существует, радикальных националистов. Есть, я говорю, умеренные консерваторы. Так вот, радикальные националисты это как раз и есть то, что идет от этого правого национализма и от фашизма. Поэтому ну, а левые это левые. мы левые сторонники реформ так называемого капитализма во всей Европе. И у левых левые никогда еще с 20 века с времен войны с Испанией левые всегда были противостояли националистам. Когда была испанская война, франкисты это испанские правые националисты. Советский Союз поддерживал республиканскую Испанию и поддерживал испанских левых. Вот. Ну, я не хочу говорить долго здесь в данном случае это может быть отдельная тема разговора, но, к сожалению, современная Россия отошла от левых идей. ну, такие партии, как ЛДП, Родина, они поддерживают европейских правых. Марин Лепен поддерживают альтернативы для Германии. то есть, современная Россия это не Советский Союз, попросту говоря. Ну, я эту тему могу развить, я просто сейчас не хочу, я, ну, так сказать, хотел бы выдержать, чтобы у нас формат был определенный. Ну, вот, современная Россия левых не поддерживает. Это, вот, то, что происходит на Украине, это тоже один из результатов этого. Если бы Россия, может быть, ну, при Путине, если бы она поддерживала, делала ставку на украинских левых, может быть, этого кризиса и того, что произошло в 2014 году, в 2015, я уже не говорю о 22, может быть, этого бы не было. Но это мое мнение. Сейчас время очень сложное, сейчас время упадка, не время подъема. мы, конечно, можем говорить так, как будто подъем есть. Есть определенные политики, которые всегда думают, что, вот, это, конечно, воздействует, да, но нельзя строить политику так, что, вот, мы, вот, эта ситуация в отдельно взятом кафе, да, или в отдельно взятой студии, вот, мы ведемся так, как будто есть революция, а люди, вот, выходят на улицу из этого кафе, то есть, говорят, ну, да, сейчас вот мы пойдем на баррикады и так далее, потом они выходят, а на улицах нету, вроде, никакой революции, нет никакой революционной ситуации. Сейчас ситуация спада, нужно это иметь в виду, вот, но нужно готовиться к тому, чтобы у нас были политические силы, которые, ну, так скажем, дают альтернативу тому, что есть. Вот это очень важно, чтобы у нас была альтернатива, вот, нужно за это бороться, нужно не разбегаться, вот тем, кто хочет все-таки жить в Эстонии, нужно не разбегаться, потому что разбегаться легко, можно поехать там куда-то, там, есть куда убежать и сидеть там на берегу теплого моря, там, где-то, вот, если мы хотим все-таки, чтобы эта страна выжила, нам надо все-таки думать, создавать какую-то оппозицию, вот это я и хотел сказать. Вот это Продолжение следует...